Итак, сегодня у нас в ремонте Subaru Impreza 2012 года выпуска. Разбита задняя часть машины правая и разбита неслабо, здесь менять будем только бампер задний, остальное будем все восстанавливать. Также разбита передняя часть машины, тут только меняются фары, решетка, остальное бампер и криля будем восстанавливать, так же как вот. Для начала разбираем. После разборки выяснил, сильно поврежден карман колеса или он применяется металлом. Корыта наоборот довольно-таки целая, но имеет пару заломчиков, которые при кузовных, я думаю, выйдут. Начну ремонт с более простого, с мордой. Ложироны довольно-таки целые, смещены чуть вбок и повреждена балка бампера. Ее я вытянул и затем тянул ложироны вбок. При этом опираюсь в домкратом, в сам залом. Затем проверяю все, выясняю, что нужно еще опустить ложирон, что я и делаю. После измерений дотягиваю в верхнюю панель и ровняю передние крылья. После чего их прикручиваю на место. После того, как крылья оказались на месте, примеряю капот. Капот не подходит, завесы не формированы. Придется их вытянуть. Вытягиваю с капотом, прикручиваюсь к креплению капота вместе с петлей. После того, как все вытянул, примеряю фары. Капот имел небольшие повреждения, ровняю его. После чего подгоняю зазоры фары и капота. Ну вот, зазор есть. Осталось померить бампер. Когда все навесил, все вроде бы получилось нормально. Буду приступать к задней части машины. Итак, что мы имеем тут? Здесь все помято. Довольно-таки сила. Карман, крыло. Все, что угодно. Промеряю диагональ задних лонжеронов. После чего отсверливаю все детали. Крыло, карман, ну и все остальное, что помято. Ровняю крыло. Для начала растягиваю арку, которая смята. Для удобства вырезаю по здоровой стороне шаблоны. Чтоб часто не бегать, не мерить. Сначала скромно работаю резидентом платком. Затем рисую кантики. Растукиваю. Растукиваю. Равняю. Ну и вот что примерно получилось. Финишная будет уже на машине со споттером. Теперь приступаю к рихтовке кармана. Сначала его отслеживаю. Так как карман из двух частей, каждую часть буду ровнять отдельно. Опять же, застягиваю карман, чтобы не было золовов при рихтовке. Беру стульчик, молотки. Вожу все эти детали на стол. И начинаю ровнять. Стучу полдня, как детел. Сначала одну деталь. Потом другую. Ну вот, все отчеканили. Сейчас будем все это друг с другом мерить. И примерять к крылу. Все скручиваю. Как видим, довольно-таки все нормально подходит. Если надо, подравниваю. После чего, снимаю осаман. Свариваю по старым. Точкам. Теперь начинаю работать с самим кузовом. Ланжерон чуть ушел в бок, немного. Но надо оттянуть. Что мы делаем? Затем отпускаю ланжерон. И ровняю неотсверливый металл. Так как его отсверливать неудобно. Ну вот, что получилось. Дотягиваем карман фонаря. И затем будем все примерять. Для примерки нам нужно сначала оттянуть дверь. Ну вот, примерили крыло. Зазоры сходятся. Сейчас свариваем все на место в обратном порядке. Сначала карман, колеса. Ну а затем крыло. Если надо, чуть-чуть подтягиваю. Ну а теперь начинается работа со споттером. Ровняю. Доравню точнее круга. И саму дверь. Ну вот, дело идет как бы к финишу. Все сварил, все зачистил. Осталось примерить бамперы и фонари. Если все подойдет с первого раза, я буду очень рад. Примеряем. Ну как всегда, с первого раза все не подошло. Чуть-чуть пошлось подрифтовать крыло. Фонарь с багажником встал вроде бы более-менее нормальный. Бампер тоже. По кантику с крылом чуть пришлось подбить. И подрогать. Отдаем машину на покраску. Вот. Вот она красавица. Покрашена. Собрана. Отполирована. Вот такой получился результат моих трудов. Ну а я желаю всем удачи. И до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова